Загоняет, загоняет на веса, видишь? Да, да. В левый ряд брать. В левый вот так вот, прямо перед весами и вставай. Вот сюда ныряй. Да, да, да. И перед весами. Опа. Смотри, все проехали. О, спереди его. О, наш друг. Давай вас встречаем, спросим у меня интервью. Пошли. Здесь работаете? Отлично. Я смотрю, вы с весами не расстаетесь. Веса для вас это как смысл жизни. Ну там на весах, здесь на весах. Так сказать. Как доходы? Упали? Ну здесь же ж не то. Я не понимаю. А то наши зрители всегда понимают. Все по уровню, да? Все по уровню и по закону? Можно я вас с этой стороны засниму, чтобы вас узнали? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ну и гость. А? Гость. На работу. Поскать заехали. Где сей? Ну, так катайтесь. Катаемся. Смотрим, по госту все. По уровню, да? Виталий, с немечками красиво. А, извините. Да, я пошел. Вроде бы вроде бы все нормально. А есть у вас уровень? А? Уровень у вас есть? Нет, у нас уровень нет, ребята. А когда вы его выставляете? У нас есть специальная служба. А на один раз выставляют весы там на полгода, да? Да. Просадка там аспальта или нет? Есть такая служба у нас, облаф, которая называется Дурьяки. Они приезжают. У вас облаф, одесская облафа, да? Да. А вот только что две фуры останавливались, они завозили или взвешивались? Какие фуры? Ну, мы подъезжали, две фуры здесь. Я не обратил внимания. Остановились, на веса не заехали и проехали дальше. Внимание, внимание нет. Мы как бы очень сильно боремся за то, чтобы, действительно, крупногабаритные транспортные средства, которые едут с перевесом, платили большие штрафы, чтобы начисло на дорогу все, а не мимо… То есть, чтобы не было такого, как мы снимали Одесский пост, там по 200 гривен поезжали. То есть, мы за то, чтобы, действительно, дороги наши были в порядке, боремся, чтобы меньше взяток было. Мы тоже боремся. Тоже ж боремся. И ничего больше не хотим только только, чтобы… Хотите правду? Чтоб все было правильно, правильно? Ну, вы же водитель. Вы любите под хорошим дорогам ездить на легковой машине, и я люблю. А вот эти, так сказать, неправильные вещи, которые происходят в нашей стране, сговор между инспекторами ГАИ и, может, другими службами, и с водителями крупногабаритных транспортных средств, которые все-таки до сих пор заверяют нас, что не получается в Украине работать без перевесов. Ну, то есть, у меня есть, допустим, хороший товарищ, у него там около ста крупногабаритных транспортных средств, он занимается перевозками, и он никогда, всегда ездит без перевозов, и говорит, Виталя, никому не верь, получается, все нормально. Просто надо ценить свой труд, а не ездить за бесами. А если, конечно, перегружать, разваливать асфальт… Конечно. Пошли спросим у инспектор ГАИ. Останавливались же две машины, по какому поводу? Он не ответит, это бессмысленный спрос. Пошли спросим. Спасибо, ладно. Скажите, а вот две фуры перед нашим приездом стояло, они просто остановились и уехали, они… Ну, без перегруза. Без перегруза? А как определили вы? Это в аэротраспорт и развес, в портовскую развес. Ага, я понял. А зачем тогда останавливали? Чтобы проверить по документам, я так понимаю, да? Совершенно. Ага, ясно, хорошо. Спасибо. Скажите, а когда у машины перегруз, это в документах указывается? Ну, смотрите, я смирю товаро-транспортную кладную по правам дорожного движения и прошу у водителя портовской отвесы. Без портовского отвеса их не выпускают. Ну, понятно. Ну, вот как определить, что документы не поддельные, не фальшивые, а вот действительно соответствуют тому весу? Ну, понятно, но печать – это же вы понимаете, в нашей стране печать можно поставить где угодно. Не, ну почему? Потому что серьезная организация. Я понимаю. А как организация называется? Морское государственное Одесский парт. Ага, понятно. Ну, слушай, все элементарно. Просто почему бы не загнать ее на веса, не проверить по весам, допустим, действительно ли так оно есть на самом деле, как у него указано в документах? Ну, задерживая человека, зачем? Я понял. Хорошо. Спасибо. Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, понятно. Выставляли там, потому что наши стационары. Там, прям, все, и стационары… Такое встроенное что-то. Ну, закроем. Я не знаю, будут ли они ставить стационары или нет там? Кого-кого? Ну, веса, я говорю, в Херсоне. Тоже же вроде возобновляются. Ну, не будем задерживать из тебя и вас. Ну, что, заезжать? Да нет. Доедем кофе, доедем. Капучино, если что. А, так… Да? Ха! Как описать? Ха! Подожди. На две секунды. Ну, вот, ребята, побывали мы на Коблевском весовом комплексе. Встретили инспектора, который, как по его словам, получился козлом отпущения. Все-таки серьезный был материал по Одессе, по взяткам по 200 гривен. Ну, инспектор, так сказать, в неформальной обстановке без камеры объяснил мне, что все мы прекрасно понимаем, и видим, и знаем, и… Страна у нас такая, лимония. Ну, показал… Захотел быть хорошим, так сказать, протянул руку. Ну, я… Нормально отреагировал к этому. Ничего-то такого нету. Может, инспектор в душе и неплохой человек. Я не знаю, я с ним не жил, я с ним не работал. Не знаю, кто он такой. В стечении обстоятельств. Ну, все мы прекрасно понимаем, что у нас происходит на весовых комплексах. Все мы прекрасно понимаем. В любом случае, будут, брались, брались взятки, будут браться и берутся до сих пор. И будем ездить мы к такому говну, по которому мы ездим. Всем спасибо. До свидания. Едем дальше. Впереди Одесса. Сейчас попробуем как будто бы объяснить водителю и весовщикам. Давай, давай. Подъезжай вот прям к этому, там, где он подошел. Подъезжай, подъезжай. Блин, слева, слева подъезжай. Документы передает. Слева не надо. Вот. Все, отпускает. Ну, 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 я с ней еду. Держи. Снимай с боку у меня. Ну, закончили Одессу. Очень интересная такая была. Идет с юмором. Ну, как Одесса всегда. У нас Одесса. Да, Одесса, да. Все так хорошо получилось, красиво. Анатолий, шо это ты наладил дружи в Одессу? Первый раз? Ну, конечно. Чего? Да? Ну, не пойдешь. Работа. Да. Поехали мы. Хорошо у вас в Одессе. Хорошо. Встретили вас. Переезжай к нам. Такой шумный. А квартиру снимете? А сегодня футбол. Ну, и такой город. Сегодня футбол. Да и футбол. И у вас сегодня операция кладбища, там, чуть занято. А, ну да. Сегодня ж проводки, да. Поехали, да. Ну, счастливо. Ну, не забывайте. Да, будем проезжать, будем заезжать. Ночаек. Спасибо. До свидания. Кстати, кофе? Нет, нет, нет. Спасибо.